Друзья, советую вам подписаться на здоровенного парня Радова Рустама. У него канал о бодибилдинге, тренинге, питании, функциональной выносливости и еще многое-многое другое. Заходите, смотрите, ссылочка будет в описании. Уверен, вы зацените. Полетели. Всем привет, друзья! В этом ролике нет цели кого-то унизить, либо оскорбить. Мои предположения недостоверны, неточны. Я просто высказываю свое мнение. Полетели. В этом ролике мы разберем атлета, который занимается калистеникой. И более того, он еще эктоморфного типа телосложения. И более того, он еще веган. Кто не знает, калистеника не имеет ничего общего с тяганием огромных весов, либо сжимов и так далее. Калистеника это просто работа на турнике о брусьях со своим весом, всякие элементики там и так далее. Для начала хочу сказать, что Фрэнк Медрана уже не молодой. Ему 38 лет. Целых 38 лет. Хочу отдельно выразить ему респект за такой возраст и за то, что он не прекратил заниматься в таком возрасте. Это очень круто. Поставьте лайк этому видео, если уважаете Фрэнка Медрана. Рост Фрэнка примерно 175 сантиметров. Вес примерно от 70 до 74-75 килограммов. Когда Фрэнк имеет вес примерно 70 килограммов, у него подкожного жира от 4 до 6 процентов. В принципе, для эктоморфа это вероятно. Фрэнк использует спортивное питание. Это не секрет. Он везде это говорит, он даже рекламирует его, пьет и так далее. То есть он пьет гейнер, протеин, креатин, БЦАшки всякие. То есть весь комплекс спортивного питания он принимает. И для тех, кто думает, что спортивное питание это химия, это не химия. Спортивное питание он пьет, потому что из корешков, вершков, цветков, из растительности, короче, ты не получишь достаточно минералов, белков, углеводов и так далее. Поэтому для хорошего тела ему нужно прибегать к спортивному питанию. Важно сказать, что Фрэнк занимается калистеникой уже 12 лет. Он работает именно в этом направлении. Не поднимает никакие там тяжелые веса, не жмет там штанги, не делает становую тягу и так далее. То есть 12 лет долбит в одном направлении. И он получает свои результаты. Ну а теперь давайте же перейдем к пунктам, которые будут доказывать, химик он или нет. Первое доказательство того, что Фрэнк Медрана не химик, я никогда нигде не видел, чтобы он тягал какие-то большие железяки. Я не видел, чтобы он сжал 120 килограмм от груди. Не видел, чтобы он тягу становую делал 150 килограмм. Нигде не видел. Я на него подписан на инстаграме довольно-таки давно и ни разу не наблюдал за ним, чтобы он работал с большими весами. Второе доказательство того, что он не химик, это содержание жира. Вы можете сказать, да, блин, капец, там 4-6% содержания жира, это ж химозный, такого невозможно достичь. Возможно, ребят. Если вы эктоморф, то у вас очень быстро организм сжигает весь жир. Особенно если вы веганы, особенно если вы занимаетесь 12 лет, и особенно если вы придерживаетесь строгого питания, избегаете жиров всяких и так далее. Это вполне возможно достичь в натураху. Вот если бы он был каким-нибудь мезоморфом, там, весил бы килограмм 85-90, а сам бы ростом был 175 сантиметров, и был сухим, как Шреддер, например, вот тут бы я 100% не поверил, что он натурал. Третье доказательство того, что он натурал, это у него никогда не было никаких откатов, не было никаких там перебоев в весе, скачков каких-то, ни разу не видел. Если вы видели, напишите об этом в комментариях и можете кинуть ссылку даже. Четвертое доказательство того, что он не химик, это я ни разу нигде ни на одной фотке не видел, чтобы у него вот везде шишки были на животе. Я видел две шишки, но даже это не шишки, это такие выпукающие немножко вены. Две, ну, такие есть вот тут в верхней части живота у него, и это на всех фотографиях. То есть не может же он колоться в одно и то же место постоянно. Нет, это, естественно, конечно, природная какая-то фигня, у него вены выпукают, такое бывает. А вот когда шишки в разных местах, и они явно характерного такого вида, то, возможно, это из-за каких-то препаратов, из-за уколов, инъекций. Я не могу сказать точно, потому что я не врач, возможно, даже это какое-то заболевание. То есть я тут говорить ничего про это не буду. Но точно могу сказать, что вот эти два проявления у него в верхней части живота, это, естественно, выпукающие вены. Пятое доказательство того, что он не химик, это то, что он занимается тупо калистеникой. Он тупо висит на турничке, делает всякие элементики, там, передние висики, горизонтики. Не знаю, это же делает он горизонтики, что-то вроде делает, да? Горизонтики, там, всякие вот эти лунные походки и всякое такое. То есть зачем ему для этого химичить? Это просто абсолютно не нужно. У него нет цели, там, выступать на сцене, там, бодибилдинг и так далее. У него нет цели пожать 200 килограммов от груди. Зачем ему химичить, если можно добиться такого вполне? Ну вот это, да, на турничке там повисел, блин, поделал всякие элементики. За 12 лет упорной работы в одном направлении это можно добиться в натураху. Шестой пункт, то, что он натурал, это то, что у него нет каких-то набухших, наполненных мышц. То есть он не раздутый, у него обычные стандартные мышцы, эктоморфовские. То есть он худенький, он стройный, худенький, сухой, обычный паренек-эктоморф. Ну, мужик, да, паренек, 38 лет уже не скажешь. Мужик-эктоморф. Хорошая форма, но как для эктоморфа натуралов. Но он не весит много, у него нет огромных раздутых плеч. То есть, допустим, у него плечи немножко побольше, чем мои, но они не огромные, они не шарообразные. Плечи не имеют такую генетическую конституцию вообще от рождения. Они могут, конечно, быть большими, да, ну, такие генетически тупо, но они не могут быть раздутыми и шарообразными. Ну, вот такие вот доказательства получились. Если вы со мной не согласны, можете писать в комментариях. Давайте порассуждаем на эту тему. Думаю, ребята вам тоже ответят, скажут свои мысли и так далее. Делитесь своими мыслями, своими эмоциями в комментариях. Возможно, вы считаете, что он химик, тогда напишите, почему он химик. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно заходите на мой сайт archomorris.com. Там лучшие программы для натуралов. И увидимся в следующем выпуске. Пока!